У этих прекрасных воздушных созданий, можно сказать, слетевшихся в нашу студию и украсивших ее сегодня, на самом деле большой вес в мире балетного искусства. Вы только послушайте их имена. Анна Тихомирова, Энина Париенко, Лиза Куртилева, это прима Большого. Полина Заярная и Марина Бек, солистки театра имени Станиславского. Ну а Наталья Осипова вообще числится в пятерке первых балерин мира. Прямо с самолета на встречу с любимым педагогом, легендарной Мариной Константиновной Леоновой. Ну что, все в сборе? Можно начинать? Итак, уважаемые мои зрители, это студия программы «Ближний круг». И у нас в гостях Марина Константиновна Леонова, народная артистка России, почетный академик Российской академии художеств, лауреат премии правительства Российской Федерации, ректор Московской академии хореографии. Еще и она и профессор. Я ничего не перепутал? Все правильно сказал? Все нормально. Значит, пускай это останется фигурой речи, но мне кажется, что сейчас у экранов телевизора вместе со своими родителями замерли тысячи девчонок, которые мечтают о балете, славе. И вы для них в некотором роде являетесь верховной балетной жрицей, как бы я так назвал, которая имеет право и умеет открывать новые таланты, новых Джульет, Офелей и Жизелей. Талант – это данность, которая нам дана природой и которая сама себя проявит, а школа только должна немножко его отшлифовать или не так? – Если у человека есть ярко выраженные способности к чему-то, это, конечно, талант. Но главное, чтобы было совпадение своего «я» и того дела, которое он выберет и будет им заниматься, и заниматься увлеченно. Тогда он только состоится. И талант тогда раскроется. – Но талант, он все-таки кому-то дан, а кому-то нет. – Да, бывает и так. Бывает, что кому-то талант дан, кому-то нет, но кто-то своим трудом добивается в жизни всего. – То есть человек со средними данными может за счет труда, вот как бы с утра до ночи работать и открыть талант? – Да, может. – Улучшить себя, да? – Да, может улучшить себя. – А вот некоторые говорят, что артисты балета, они работают ногами, а не головой, что главная танцевальная техника, внешность, а все остальное ни к чему им. И что на сцене совершенно не видно, умный танцует или глупый. И такие интеллектуальные феномены, как Майя Пресецкая, Михаил Барышников, Михаил Лавровский, там, Фарух Розематов – это скорее исключение, а не правило. Как вы относитесь к этим словам? – Нет, я совсем не согласна, я думаю, никто не согласится с таким мнением, потому что для того, чтобы выйти на сцену в каком-то спектакле, надо знать, во-первых, эпоху этого времени, который ты танцуешь, надо знать все о своей роли. Да, вообще надо в жизни очень много стремиться знать для того, чтобы выходить на сцену артистом балета, помимо того, что заниматься каждый день просто у балетного станка. Надо много читать, надо развивать себя всю жизнь. – Ну, зрителю же не видно это или видно? – Ну, почему? Очень даже хорошо видно, когда человек на сцену выходит. – Наполнено? – Конечно, безусловно. Видно сразу на сцене актриса или колонна? – Как вы думаете? – Интеллект, и он очень виден на сцене о том, как человек думает, как он готовит роль, сколько он нюансов, красок находит. Это очень большая духовная работа тоже – выйти на сцену и прожить роль. – Сказывается на танце? – Конечно, сказывается. Видна работа человека духовная, которая передается в тело очень сильно, в том, как двигается человек, в том, как его положение рук, головы, насыщенность, наполненность – это очень видно. – Интересно. А вы как думаете? – Я вам скажу так. Физический труд – это, в принципе, работа головы. Роль – это, прежде всего, то, что человек знает о своем персонаже, то, как он его себе представляет. Артист, выходящий на сцену, создающий образ, он должен четко, точно передать то, что написано было, допустим, в книге, по которой писался балет. – Как вы думаете? – Мне кажется, даже самое легкое движение, которое мы делаем, то есть это «Бат Монтандю», это для нас самое легкое движение, нужно, чтобы мы его научились правильно делать, надо его продумать, именно все идет от головы. – При поступлении в академию разве все они мечтают о карьере в кардебалете? Они же мечтают о том, чтобы стать звездами, примами, солистами, да? Как это происходит-то? – Так и происходит по-разному, потому что степень одаренности у всех, конечно, разная. И я могу сказать, что при поступлении в первый класс, и мы порой не знаем, что выйдет из этого ребенка. Это такая лотерея, когда ты принимаешь ребенка и никогда не знаешь, что с ним будет. Знаете, мы их приняли в июне, а 1 сентября мы приходим в класс, и мы не понимаем, тех ли детей мы приняли, или не тех. – Они уже изменились, они уже изменились за эти два месяца. Что будет за 8 лет? Предсказать невозможно. – Интересно. Я сейчас у них спрошу. Вы когда учились, поступали, учились, у вас что на уме было? Быть первым лучшим или танцевать в кардебалете? Давайте, честно. – Здравствуйте, да. Я могу сказать, что когда я пришла в училище, для меня самое важное было именно танцевать. Я никогда не хотела быть кем-то. – Вы хотели быть первой, лучшей, прямой? – Это моя, наверное, проблема, потому что я никогда не хотела быть первой. Я хотела просто... Я получаю удовольствие от процесса. Вот все 8 лет в училище для меня это было действительно большое счастье. Когда я пришла в театр, я 5 лет танцевала в кардебалете. И это, я считаю, что такая большая школа жизни. То есть для меня лично я счастлива. Я помню, как я хотела попасть в кардебалет лебедей, потому что туда не ставили. Ну, то есть нужно было долго ждать этого. И когда я буквально через 2 месяца уже туда попала, то есть для меня это тоже было большое счастье. – Понял. Наташа? – Наверное, все же, когда я училась, да, у меня было желание быть первой и лучшей. И я очень много работала и очень-очень старалась. У меня характер такой был. Я не вылезала из зала, пока я чего-то не добивалась, того, чего я хотела. – Ты же с вами сказали, мне в кардебалет нет. – Нет, я просто, нет, я не говорила. Я очень тоже любила танцевать. Я плакала, когда я смотрела пленки с балеринами. Я слушала музыку, там, Дон Кихота или Жизель. Я представляла, как я буду стоять на сцене и выходить и плакать от этого. Сейчас я этим занимаюсь, потому что я это люблю. Я не хочу быть ни лучшей, ни первой. Я занимаюсь и танцую для своего счастья, удовольствия. Это мой смысл жизни. – А вот лично вы когда поверили в свой талант? – Вот, кстати, Марина Константиновна очень мне помогла поверить в себя, правда. – В Наташу очень верила я. Начнем с этого. Наташа уже в школе. Уже в школе было видно, что она будет, конечно, звездой. Она работала над собой каждый день. И даже когда меня рядом не было, я знала, что Наташа в зале над собой работает. И вот про кардебалет. Конечно, ее взяли в Большой театр тоже в кардебалет. Но она везде, извините, торчала из кардебалета. У нее шаг был больше, чем у всех. Руки длиннее, чем у всех. – Она выделялась фактически, да? – Да, конечно. И очень быстро Наташа стала танцевать в ведущей партии. И был блистательный дебют в балете «Дон Кихот». А сейчас Наташа может уже сама выбирать, где ей танцевать, что ей танцевать. Она стала балериной мира. – А скажите, балерина мира, сколько было лет, когда вас привели? Вас привели или вы сами пришли? Как это было? – Привели родители. Но я этого очень хотела. – И во сколько лет вы пришли? – Я пришла, как и все. Мне было 10 лет. – Понятно. А кто-нибудь из остальных выпускников честно в 10 лет понимал, что это единственное, что ему нужно и важно? – Да, пожалуйста. – Было такое желание, но недолго. Вот. Я понял это явно сразу, как только мне мама предложила сходить. Ну, ни на что не намекая, ни о чем не говоря. Просто говорит, пойдем со мной в театр, у меня есть билеты. – То есть уже с 10 лет. – Да. После того, как я вышел со спектакля, я спросил у мамы, где это мы учат? Где мне это взять? – Понятно. Еще кто-нибудь на эту тему? Да, пожалуйста. – Я могу сказать, что мне больше, наверное, повезло, потому что у меня родители и папа – артист балета, да, совет балета. И так получилось, что я в 6 лет вышла на сцену Кремлевского дворца съездов в балете «Щелкунчик». И, наверное, вот то самое чувство, которое зарождается в тебе, вот это вообще невероятное какое-то счастье на сцене. – А после того, когда вы первый курс, вас начали мучить с 9 утра до 6 вечера, без продыха, все остальное, после этого желания не пропало? – Ну, немножечко. Первую неделю, конечно, было страшно, потому что зачем мне все это? – Но все-таки педагоги – это действительно настоящие хорошие педагоги, в этом и есть их талант. – Заинтересовать ребенка, потому что ты сейчас стоишь здесь, у станка, но через какое-то время ты будешь танцевать на сцене. – Честно скажите, но муштровали вас или нет? – Конечно, я считаю, что в первых классах это действительно нужно. Строгость, она нужна, вы понимаете, но ты это понимаешь чуть позже. Балетное искусство – это очень действительно сложно. Это не просто заставить ребенка каждый день заниматься действительно тяжелым трудом. И иногда я считаю, что педагог имеет на это право, просто это дисциплина, которая на всю жизнь потом и в театре, и даже если ты не занимаешься балетом, она все равно во всех абсолютно сферах помогает. – Наташа, вот говорят, что вас педагоги строили. Это так или нет? Рассказывают просто про вас. – Вот, например, Марина Константиновна, я всегда вспоминаю, как она привела мне очень такое качество прекрасное, потому что был такой случай, мы жили в интернате с девочками, мы любили вечерами посидеть, пора раскидывать вещи. И Марина Константиновна очень часто, она всегда приходит в интернат и смотрит, как мы живем в комнатах и как у нас все выглядит. И она зашла к нам в комнату и была очень расстроена нашим беспорядком. И что самое интересное, я запомнила она всю жизнь. На следующий день она просто нас втроем игнорировала. То есть она просто в течение трех-четырех дней, она с нами не общалась. Я была готова просто рыдать, потому что я хотела добиться этого внимания на репетиции. И вот я запомнила она всю жизнь, правда, вот этот урок. – Понял. Поскольку нам вынуждены скоро расстаться, значит, Наташа, ей много удалось в результате, да? – Да, конечно, Наташа сделала очень много в своей жизни и сделала себе карьеру. – То есть с вашей помощью, но дальше сама? – Ну, моя помощь была только в школе, когда мы учили в школе. Потом у нее были прекрасные педагоги, и в Большом театре, и в других театрах, где она работала. И я думаю, что у Наташи сейчас и педагоги очень хорошие, но и сама она уже знает, что она делает. Она выбирает себе сама репертуар. Она, я знаю, что летает, совсем не ленивая девушка. Она вот прилетела только что из Астралии, где был спектакль, в Лондон. Из Лондона прилетела в Москву, завтра у нее спектакль в Москве. И вот у нее такая жизнь. На мой взгляд, очень интересная. – Эта жизнь вам нравится такая кочевая? – Ну вы что, это наоборот, это так здорово. Вот я в очень разных многих театрах танцевала. Столько можно взять от разных культур, от разных школ, от разных хореографов. Чем больше ты берешь и видишь разного, тем больше и многограднее твой танец становится. – Скажите, а первая роль, за которую у вас были аплодисменты? – Наверное, Китри в Дон Кихоте, наверное. – Это в Большом? – В Большом театре, да. – И что, вот такое ощущение? – Ну это очень такой большой восторг. И я вообще, я помню, у меня так меня перевели... Вот такие ощущения были, что я стояла, я знала, что я сейчас пойду танцевать вариацию. У меня была от восторга и слезы, я плакала, правда. Перед тем, как я вот должна была станцевать, то есть мне было все равно. Я вот знала, вы только дайте мне выйти на сцену. Это очень сложно описать. Не волнение, не нервы, а просто такая полная уверенность в себе, в своих эмоциях, в чувствах и во всем, что ты делаешь. – Вы с этого момента как бы поверили немножко в то, что... – Да, поверила, конечно. – Первые вот такие сильные успехи меня испугали, наоборот, чуть-чуть. Я думала, а что же я теперь должна сделать, чтобы как бы оправдать вот это вот ожидание. – Повторить, и чтобы... Это очень тоже сложно держать свою планку и уровень, не спускать ее. И зная каждый раз, что зритель от тебя фактически чудо ждет, это тяжело, это накладывает такой психологический отпечаток. – Давайте мы сейчас посмотрим немножко чудо. Покажите нам фрагмент из Дон Кихота, пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 – Браво! – Можно и лучше. Честно, можно и лучше. – А скажите, вот там только один обывательский вопрос. У вас голова не кружится, когда вы это делаете? – Нет, нет, абсолютно не кружится, потому что мы держим точку. Вообще, конечно, я просто вспоминаю, сколько раз я это делала, наверное, перед тем, как выйти на сцену в зале по миллиону раз. То есть это непросто. Ну что, спасибо вам большое. Мы вас отпускаем на репетицию и продолжим наш разговор. Марина Константиновна, скажите, давайте нарнем ваше послевоенное детство. И вот тогда у нас была не Марина Константиновна, а девочка Марина. И вот когда Марина поняла, что она хочет танцевать? Я не могу вам сейчас сказать, когда я поняла, что я хочу танцевать. Меня как раз за руку привела мама, потому что я был послевоенный ребенок и очень худой. И только поэтому она привела? Да, мама очень хотела, чтобы я немножко поправилась. Мышцы наросли у меня. То есть мама хотела, чтобы вы танцевали, да? У нее была мечта. Я думаю, да, мама хотела, чтобы я танцевала. Я училась там, мы танцевали снежинок на елках. Потом при ДК завода Серп и Молот открылся Народный театр балета. Это очень известный коллектив был в то время, самодеятельный. Там замечательные педагоги преподавали. Там, я думаю, что я уже поняла, что мне это нравится. И оттуда, из этого театра народного балета, вы поступили уже в хореографическое училище тогда, она называлась. Да, да, да. Мне было 14 лет, и нужно было решить свою судьбу, чем я буду, да, что делать. И меня увидела Лидия Эснерфаилова, которая посоветовала мне поступить в школу. Меня приняли по дополнительному набору. И вот через год она взяла Софья Николаевна. Это был мой педагог. Головкина. Это великий человек. А что особенного было в её уроках? Вот как она учила? Что в ней было такое? Вы знаете, мы все, все педагоги, в принципе, учат одной методике классического танца, которая существует уже почти три века. Естественно, что в 21 веке это уже нечто другое. Но у каждого педагога есть своя подача. А что у неё было? Что вы взяли у неё? В Софья Николаевна выросло очень много балерин. Может быть, это вам и скажет, что я взяла у неё, да? Если сейчас посмотреть, вернуться обратно, все выдающиеся балерины Большого театра, Наташа Бессмертного, Нина Сорокина, Аллочка Михальченко, Галя Степаненко, Надежда Грачёва, Мария Александрова, Ниночка Ковцова. Может быть, я кого забыла, не знаю. Но это её балерины, это весь цвет. Целый букет. Она воспитала не одну балерину. Значит, она умела это делать, и в ней была заложена вот эта сила и балеринский характер. Можно я сейчас покажу фронику 67-го года? Пожалуйста. Московское академическое хореографическое училище. Здесь не забывает, что артистом балета может стать только всесторонний, гармонически развитый человек. Однако основным содержанием учёбы, воспитания и, можно сказать, всей школьной жизни детей является танец. Марина Леонова, ученица выпускного класса. Она уже не теряет устойчивости в самых сложных движениях. Педагог Софья Головкина. Падабуре можно и нужно совершенствовать всю артистическую жизнь. Уже в стенах школы в представлении учащихся самые, казалось бы, элементарные учебные упражнения должны связываться со сложными художественными задачами, которые могут быть решены на основе этих движений. Ну всё, вот, замечательно. Скажите, а вот вы когда узнали, что будете служить в Большом? Сразу на выпуске? Меня пригласил Григорович в театр на работу. Я тогда даже не знала, как меня взяли в кордебалет или на сольные партии. Первое, что я танцевала в Большом театре, это две велисы в балете «Жизель». Далее было смешной очень случай. Я очень быстро по замене танцевала тридряды, переврала весь порядок. И заведующие балетные трупы наши... Нет, тебе не надо танцевать. Пётр Иванович Хомутов был тогда замечательный человек. Тебе не надо это танцевать, ничего ты здесь не танцуешь. Пошёл, я отвернул. Он отвернулся, я расстроилась. Поворачивается, говорит, учи повелительницу. Эта партия гораздо выше. Я прошла все эти сольные партии, а потом только уже после этого я танцевала «Лебединое озеро». А школа партнёров? Кто был любимый партнёр у вас? Знаете, очень везло на партнёров. Один из них был наш педагог даже. Два года преподавал в школе Марис Лиепа. И он вел дуэтно-классический танец в нашем классе. Выпускал у нас потом Леонид Тимофеевич Данов, тоже блистательный кавалер. И потом, когда я пришла в театр, мы готовили с ним спектакль «Спартак», вы видите. Он выпускал нас с Людой Семенякой в балете «Легенда о любви». И пришёл к нам на генеральную репетицию, на нашу оркестровую, в тот день, когда вечером у него был спектакль. Он танцевал «Краса». Но он пришёл к этим двум молоденьким девочкам и помог им провести репетицию. Он был очень умный танцовщик. Вот эти приёмы, уйти в поддержку, выйти из поддержки, он всегда рассказывал, как это надо сделать. Ну помнишь, как мы с тобой учили это в школе? Я говорю, ну мы не проходили с вами этого в школе. Ну давай учиться. Это было очень интересно. Он мастер, мастер был. Это было, я говорю, о той самой другой школе театральной. Фактически ваш хореограф был Григорович тогда, да? Да, в этот период работал. Вы много с ним работали. Я танцевала все его спектакли «Спартак», «Легенду о любви», «Каменный цветок». А вот Юрий Николаевич, он как с вами работал? Вот судя по фотографиям, он объясняет и тонкости сценического образа, и как бы, а не только движение там не делает, пластическую картину, да? Да, он всегда работал, вот допустим, вводили в спектакль новую балерину, или танцовщика. Он всегда приходил на репетицию и сам репетировал. Он танцевал, конечно, лучше нас всех. То есть? Придом любую партию. Вы знаете, как он показывает? Как он показывает? Необыкновенно. Но он хореограф. А он как реагировал на ошибки? Он терпеливый был или гневался сразу? Нет, он сразу говорил, вот это не так, это надо поправить, вот это переучите. И когда вот как раз показывают «Легенду о любви», у меня было всего три дня до спектакля, я пришла к нему на просмотр и думаю, «Ну да, я, конечно, не готова, и это не так, и это переучи, и это сделай». И выходя из зала, «Ну все, танцуем через три дня». Но помог за эти несколько репетиций, которые он был, он, конечно, расставил вот эти точки, на которые можно было дальше опереть. Вот 20 лет вы танцевали в большом, да, весь короткий, в общем, балетный век. Ну, вообще-то у балетных актеров, артистов, после того, когда они заканчивают танцевать, у них возможность остаться рядом с балетом одна, это начинать учить. Да? Вы таким образом поступили? Или вы... Ну, я еще по дороге училась сама быть педагогом. Я закончила ГИТИС, да, и получила диплом педагога-хореографа. И после того, как я перестала танцевать, меня пригласила Софья Михайловна обратно в школу, и я стала педагогом. А вот успех на сцене, он гарантирует, что педагог и учить может, или нет? Нет, совсем не обязательно. Да? Вот моя Михайловна Плесецкая говорила, мне это неинтересно. Ага. Ей не было это интересно. Ей было интересно танцевать и долго. Она была способна, очень способна танцевать долго. А когда вам стало интересно? Ну, я пришла, мне дали класс. Ну, вот, наверное, я здесь и почувствовала, что мне это нравится. Скажите, уважаемые педагоги, а в чем, собственно, состоит талант педагога? Вот как вы понимаете, балетного? Когда ты артист балета, ты как бы отвечаешь только лишь за себя, за свой танец. Здесь, когда ты приходишь в зал, перед тобой стоит достаточно много студентов, и которым нужно донести обязательно и техническую сторону, и я также считаю, что это самое главное, донести смысл движения, потому что, в общем, мы воспитаны, особенно вот старая школа, мы воспитаны на сюжетных спектаклях. Можно я перейду сейчас к приемным экзаменам? Значит, вот какой у вас бывает конкурс обычно в учебнике? Заявлений у нас бывает 400, в этом году было 450 заявлений, ну, где-то примерно... То есть 10 примерно человек на место. Да, да, да. Какие экзамены они должны сдать? Ну, есть первый отборочный тур, я грубо скажу, да, грубо, отделяют толстых от тонких. Смотрят пропорции, смотрят, вот просто ребенка, подходит он к искусству балета. Физически, да. Вторая, второй тур, это медицинская комиссия, обязательно. Артист балета должен быть здоров. Так, значит, это второй тур, а третий? А третий тур уже собирается профессиональная комиссия, и заведующие кафедрами, и педагоги, и те педагоги, которые берут первый класс. Это где-то 12 человек, 11-12 человек. Идет отборочный тур, и они танцуют танец. Это очень важно по той причине, что... Ну, координация, конечно, она потом проявляется, еще не в этом танце. Но уже мы видим, как ребенок двигается, какой у него слух проверяем. Слышит он музыку или нет? А все-таки как определяется, что у этого десятилетнего создания есть талант? Как вы понимаете, что его стоит учить? Прежде всего, конечно, физические данные. Подъем, шаг, гибкость, выворотность. Выворотность – это что? Знаете, есть такое кушание цыпленок табака. Да, можешь показать кто-нибудь из девочек? Конечно. Кто-нибудь вот здесь вот можешь показать, что такое позиция? Ну, иди сюда, иди. Встань по первой позиции. Давай, давай. Покомандуйте ей, пожалуйста. Ну, вот она сама все знает, она учится уже в школе. Подъем обязательно, посмотрите. Да. Так, пожалуйста. Ага, красота. Да. А вот пятую позицию можете показать? Ага, потрясающе. Не больно? Нет? Спасибо большое. А вот ваше вспорядок дня начинается, во сколько вы встаете? Я встаю в 7-7.30 утра, первый урок начинается в 9 утра, первые два урока у нас общеобразовательные, потом классический танец, два урока полтора часа. Два академических часа, полтора часа. Полтора часа. Вот это все время полтора часа, да? Ага. А потом? А потом обычно у нас обед, после обеда еще общеобразовательные предметы и вечером другие дисциплины. Дисциплины. А вечер это когда заканчивается? Восемь. Когда ребятицы заканчиваются. То есть 12-часовой рабочий день. Да. Каждый день. Да. То есть на что-то остается время еще? На жизнь? На любовь, на взгляды, на воздух, на прогулки, на музеи, на театры? Или нет? Да. Если очень захотеть, всегда можно найти время. Это хорошая фраза, если очень захотеть. Вы знаете, что я хочу сказать? Спасибо. Что мы устраиваем нашим детям походы в музеи. Обязательно. Вот это очень хорошо. Да, да. Они были и в Третьяковке, и в Пушкинском музее. Но потом наши дети совсем не обижены. Вот здесь ребята сидят. Мы с ними были в Вашингтоне, мы были в Париже, мы были в Милане, мы были в Афинах. Они ведут мир. Они танцуют на ведущих сценах мира, еще будучи ученицами. Давайте посмотрим тогда, как вы ведете занятия в своем классе. Пожалуйста, дайте нам пленку. Ставлю ноги, ставлю. Голова, бедра на месте, на месте. Следующее у нас движение с пироэтом будет, уже бедра готовы. Катюша, разгибай, разгибай колено. Да хорошо, что ноги длинные. Ну, тянуть их надо. Вытянулась наверх, вот и все. Раз, и два, и карте. Все проверили карте. Папам, готово. Да и пятку вперед сразу подвинула, ногу открыла в положении аттитюд. Раз. Ну да, лучше. И раз, два, три. За себя ножки. Остренько, очень. Другой характер. Флея, и раз. Острее, острее движение. И поворот, и пор де бра, и вперед, и назад. Шевельнуться надо немножко больше. И раз. Угу. Так, закрепили каждый раз. Стой, стой на ножках, стой. Закрепить надо, стоп, и закрепи. Так, и уже пятая. Наверху, наверху, наверху. Доми плие. Пятая, пятая, пятки на полу, Лиза. Стоп, пауза. Вот не могут быть в пироиде, как вялые ручки. Да, Лиза, я держу руки активно. Активные руки. Активные. Ну, вот и пироид получился. Все замечательно. Скажите, вот в театрах сейчас работают выпускники разных школ, в том числе и западных. Очень часто вот есть такие критики профессиональные, отмечают, что руки не поставлены, спина не поставлена, ноги работают не так, школы нет. Что такое правильная школа? Почему это так важно? Вся наша работа строится, прежде всего, конечно, и на техническом совершенстве. Поэтому мы у своих учеников воспитываем именно чистоту танца. Это безусловно. Потому что зритель приходит и смотрит, ему либо нравится, либо не нравится танец. Он не понимает, двойной кабрион сделал очень широко или мелко. Вот это уже наша работа, сделать танец таким, чтобы было техническое совершенство и был раскрыт образ. Вот это самое главное. Понятно, что вот красота движения, музыкальность и образ совпадали вместе, да? Конечно. А вот вы можете по внешним признакам этим определить, кто танцует перед вами? Выпускник русской, американской или европейской школы? Конечно. А чем они отличаются? Вы знаете, один артист балета, выпускник нашей школы, мы учили с ним параллельно, это Михаил Массерер, он сказал, что русская, московская балетная школа – это академизм, помноженный на выразительность. Можно я еще чуть-чуть добавлю, да? Допустим, вот наш экзерсис, у нас ведь урок состоит как бы из нескольких разделов, экзерсис устанка на середине аллегра пальца. Вот наш экзерсис устанка, он не похож, мне кажется, ни на одну школу, да? Потому что, если взять методику Чикетти, Бурнанвиля, других каких-то педагогов, которые тоже оказали в свое время влияние на развитие классического танца в России, он намного проще. То есть он поставлен на то, чтобы просто держать спину, вытягивать ногу, присесть, рука внизу в основном. У нас же в экзерсисе устанка мы задействуем все тело, мы сразу учим танцевать стоя. То есть они уже в корпусе, во взглядах, в переводе рук, они учатся танцевать. То есть мы закладываем вот эти зачатки координации, а еще есть слово грациозность, которое достаточно редко сейчас, понимаете? А жаль, хорошее слово. Вот давайте мы, уважаемые зрители, те, кому посчастливилось быть в Большом театре на спектаклях, вы знаете, что в афишах часто написано. В спектакле заняты ученики Московской государственной академии хореографии. Давайте посмотрим один небольшой фрагмент из такого балета. Спящая красавица, пожалуйста. Музыка. 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 Замечательно. А в каком возрасте они начинают танцевать на сцене Большого у вас? Второй класс, это примерно 11-12 лет вот этим детям. А попадают туда только лучшие? Или прям классами? Класс репетируют, допустим, вальс «Спящие красавицы», мальчики, девочки. И обязательно есть, кто выходит сегодня, кто выходит завтра, есть составы, так же, как и в театре. Это помогает в учебе, да? Да, конечно. Во-первых, это наша дисциплина, производственная практика. У нас есть такая дисциплина, да. У нас есть дисциплино-сценическая практика. Это когда выходит именно на сцену Большого театра или на сцену других театров. И, как правило, и в Большом театре, и в других всегда есть спектакли, в которых заняты дети. Это началось, наверное, с эпохи Петипа. Во всех его спектаклях, поскольку он работал в школе и всегда привлекал детей, в его спектаклях есть обязательно танцы для детей. Понятно. Расскажите, ну вот вы вышли на сцену Большого. Вот что вы чувствовали? Первое ощущение – это захватил дух. Дух захватила? Да. Стоишь, глаза горят, и хочется, как будто драйв какой-то получаешь. Хочется еще, еще танцевать. И вот уходишь со сцены, когда уже все, и говоришь, боже, мама, я не могу, я хочу еще вернуться, хочу еще танцевать. Понятно. Давайте посмотрим фрагмент выпускного уже спектакля с теми вашими учениками, которые уже солируют на сцене Большого. Пожалуйста, тщетная предосторожность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И это, конечно, дало нам большой опыт. Ваши выпускники такие востребованные, что некоторые из них не могли вырваться в нашу студию, но мы записали Артема Овчаренко специально для этой программы. Пожалуйста, покажите нам видеописьмо. Марина Константиновна повлияла на мою творческую жизнь очень значительно. Когда я приехал в Москву и я проверялся в Московской академии хореографии, то я очень хотел учиться, и я горел тогда и балетом, и всем этим искусством. Но тогда, когда я приехал, у меня не было возможности оплачивать обучение. И Марина Константиновна, она нашла решение, чтобы я отучился три года, и благодаря ей я сейчас здесь, в Большом театре, в статусе премьера. Вы, судя по всему, приняли участие в его судьбе, потому что вы разглядели в нем звезду, или просто потому что вы всегда принимаете участие в судьбе своих учеников? Ну, да, я стараюсь принимать участие в судьбе всех наших учеников. Артем, да, Артем был замечательный ученик, просто блистательный. Я даже больше помню, как я его заставляла играть в пироэтики, и это кончилось тем, что он научился много делать пироэтов и останавливаться на полупальцах. Я просто знаю, что у вас еще одна история была с вашим учеником из Бразилии. Да, приехал к нам мальчик. Ну, вот сразу было понятно, что он очень способный, у него внешние данные физические, он красивый. Через год у него закончились деньги у мамы, и он хотел уезжать. И на счастье его и наше тоже приехал в Москву премьер-министр Бразилии с супругой. И супруга пришла в академию, так бывает у нас. И, конечно, я его поставила в этот концерт. И пока он танцевал, я рассказывала о том, что это звезда будущего бразильского балета. Я говорю, ну, знаете, у него нет денег, ему не на что учиться. И страна дала ему стипендию. И он доучился. Теперь он звезда Большого театра. Очень много иностранцев не хотят возвращаться к себе в страну. Потому что они понимают, что... Вы тоже не вернётесь? Вы тоже остались здесь? Почему? Пока я понимаю, что балет, конечно, в России это серьёзно. Нигде, я бы сказала, больше нету такого. В России очень к этому серьёзно подходит. То есть это не просто там, ой, ты балерина, а ты умеешь там на пальцах стоять. А какая у тебя другая профессия? То есть они всерьёз не воспринимают балетного танцовщика. Так, значит, ещё один аспект обучения в этой академии, уважаемые зрители, это обучение народному или характерному танцу. Если посмотреть все классические балеты, там обязательно присутствуют эти танцы. И вообще народно-сценический танец, характерный танец, это тоже наша дисциплина. И никуда он от нас не исчезал. Да, был один такой председатель государственной комиссии, говорит, что ваш характерный танец вымирает, как динозавр. Но мы на следующем же концерте доказали, что это не так. Нет, это обязательно наша программа. И характерный танец очень помогает вообще развивать корпус, руки, характер, исполнение других партий, классических. Давайте посмотрим фрагменты из Раймонда. Пожалуйста. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, очень красиво, на самом деле. Замечательно. Так, ну вот теперь мы перебежим к современным танцам. Вот те, кто танцевал за рубежом, Антонина, вы у нас танцуете... Сейчас я танцую в Большом театре, танцевала в Ласкало. А танцевали в Ласкало? Да. Ну и как там относятся к нашей русской балетной школе? Прекрасно относятся, конечно, как и везде. А вот балетная московская школа, на ваш взгляд, она вот... Ее особенность какая среди других балетных школ? Вот чем отличается? Экспрессивностью. А западная школа чем отличается тогда? Можно я скажу по поводу... Пожалуйста, расскажите. ...на эту тему, да, вот мое мнение. В принципе, чисто технику наработать можно в любой школе. Но мне кажется, русская школа отличается от западной тем, что каждая роль, которую создает артист русского театра, да, она у каждого артиста разная. То есть это один принц, но он может быть разным. Да, у каждого свой принц. А в западной, ну это мое личное мнение, у них немножко уже взгляд, да, то есть принц, вот он... Унифицированный. Поэтому, наверное, наша школа, она более разнообразная вот в передаче, уже в конечном результате роли. Из театра пришла еще одна ваша... примчалась к вам еще одна ваша ученица. Даша, заходите, пожалуйста, к нам. Здравствуйте. Пожалуйста, прошу вас поздоровьтесь. Так, что в Большом театре сегодня танцевали? Сегодня были балеты «Клетка» Джерма Робинса, «Этюды» и «Кармэн Сювитта», наверное, только что закончилась. Современный театр, да. Скажите, вот русский театр, насколько это сейчас современно? Насколько вот эта консервативность русского театра, принципиальная консервативность, как бы сюжетность, выразительность, грациозность, да, вот все эти качества, которые культивируются в вашей школе, в замкнутом таком пространстве, все остальное. А весь мир танцует совершенно все другое. Я не думаю, что то, чему учат в Академии хореографии, когда-либо устареет или будет немодно. Это что называется классика. Классика никогда не устаревает. И это хорошая база для современного. Если говорить о Большом театре, то вот, ну, начну со школы, что школа наша, это, конечно, школа русского классического балета. Это уже очень давно началось, и мы танцевали всегда классические балеты. Но современную хореографию наши артисты танцуют очень хорошо. Хорошо по той причине, что, знаете, я уже давно в балете, у меня есть свои присказки. Тело воспитано на классическом экзорсисе, можно станцевать все. А вот попробуйте другую труппу, заставьте станцевать спящую красавицу, лебединое озеро. Попробуйте. Это невозможно. Поэтому наши артисты балета, они уникальные, универсальные. Если танцуют у Форсайта его хореографию, они вот ее танцуют. Наши могут это все выучить только на чувство юмора. Станцевать один раз, забыть, а потом опять вспомнить, и опять так же хорошо станцевать. Я была потрясена этим спектаклем. Как они исполняли, как они двигаются, какая у них пластика, но воспитаны они все-таки на классическом экзорсисе. Давайте мы посмотрим теперь не на классику, а посмотрим фрагменты с Джульетты, да? И современного спектакля, современного балета. Пожалуйста. Музыка 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 Ну, нам пора прощаться. Марина Костантиновна, Что мы еще не сказали? Ну, во-первых, я хотела сказать немного об этом спектакле. Поставила я хореографа Лучана Канита, я увидела это в Риме, этот спектакль, его танцевали студенты римской оперы. И русская музыка, Чайковский, мне очень захотелось, чтобы к ней прикоснулись наши дети. И вы знаете, с каким удовольствием они танцуют этот спектакль. Ну, это тоже классика, современная хореография, но это классика. Это другое восприятие может быть. И мы говорим о том, что все культуры наши, они, в общем-то, совместимы. Ну, хорошо. Значит, замечательно, что в нашей студии, уважаемые мои зрители, сегодня было не только интересно и умно, но и изящно. И, в общем, красиво. Изысканно. Вот. Грациозно. Иногда просто очень грациозно. Спасибо вам, мастер, за искренность, открытость, доброжелательность. Спасибо за ваш вот такой замечательный ближний круг, который вас уважает и ценит, и который уважает русскую школу хореографии. Вот. Поэтому до прощания я просил бы вас всех собраться вокруг мастера, и мы сделаем фотографию на память. Пожалуйста, поближе садитесь. Пожалуйста, пожалуйста, педагога в центр. Давайте, давайте. Так, все должны себя там увидеть. Раз, два, три. Ура! Ура!